приветище мы находимся в мире субнатики ниже нуля в альдах ты помнишь да чем закончилась прошлая серия мы нашли меня не понял почему в жилом модуле туман на улице туман и в жилом модуле туман что за беспредел о отсканить могу по поводу кстати того что ты писал мне в комментариях отскань жилой модуль ты про него забыл не переживай я его отсканил все у меня отсканина весь жилой модуль мы исследовали с тобой все чертежи забрали пришло время покинуть его и найти ракету чтобы отправить мои анализы ух да конечно улица не лучшая погода для путешествия о ты видишь у меня пар изо рта идет вот это дубак вот это дубак и кстати я хочу есть и пить вау какое классное затмение офигенное ты видишь до планета а за планетой солнышко чудо о кстати вот ракета вот она наша ракета которая отвезет маленькую сопельку вот эту зелененькую bioscanner sample нам нужно как-то запустить эту ракету я вижу что тут что-то открыто эй ченджер починить нужно эту ракету правильно починить а тут у нас что здесь написано что ракета нуждается в в чем в в в чем-то значит берем наш ремонтный инструмент вот этот и сейчас попробуем починить все это дело ага точно один процент прочности у ракеты не чиниться я батарейку отсюда вынул и в глайдер затолкал значит с глайдера вытаскиваем вот так глайдера вытаскиваем заталкиваем в ремонтный инструмент все готово чиним как все чиниться то прекрасно есть все починили какой же туман нифига не вижу закидываем туда подожди а ты видел сколько там места для одной сопельки столько мест серьезно да туда я могу поместиться да и улететь отсюда вон закидываем короче соплю вот так все готово теперь нужно видимо кнопочку нажать на ракет закрылась все герметично все пофинчую запуск ракеты и сейчас полетит мне наверно отойти надо да чтоб меня не снесло волной ракет 1-0 0 крутая посылка в пути вес про принято если что-то не так мы заберем тебя они считут causa рудни поток zaczy сверху а почему бы тебе не следать для экскурсии сюда вниз Вспомни, что в жизни есть другие цвета, кроме белого, желтого, белого и серого. И температура ниже нуля? Нет, спасибо. Кстати, о замерзании насмерть? Если ты останешься на льду, тебе нужен будет транспорт. Ты доверяешь мне полярного лица? Если найдут уверчу правды, которая это обоснует. Ты просто супер. Альтера, если вы это слушаете, она потрясающий человек. Дайте ей повышение. Прости, ты пропадаешь. Люблю тебя. И что теперь? Твоюшу налево! Сестрого! Выручай меня, ты смотри, что здесь происходит. Тут молнии бьют в жилой модуль. Вот рядом со мной молния недавно сверкнула. Главное, чтобы она по мне не дала. Не шандарахнула. Очень опасное место. Так. Пополните запас жидкости. Твоюшу налево, жидкость надо где-нибудь выпить. У меня только из жидкости кофе. И то она к воде минус два дает. Это не круто. О, ты посмотри, кажется, у меня обморожение начинается. Точнее, я замерзать начинаю. У меня края экрана, такие ледышечки, поползли. Вот это да. Наконец-то завезли обморожение в игру. Это круто. Блин, ракета. Нам надо в другую сторону спускаться. А ну-ка давай кофейку древнем. О, и обморожение сразу снялось. Круто. Значит, будем пить кофе. Давай-ка забежим в модуль. Сварим себе еще пару чашечек кофе. О, кстати, водичка. А вот и водичка. А вот и батончик ништяк. Сейчас попьем. Покушаем. Шикарно. И кофе замутим. Все. Кофе получили. Здесь шлюз задраем сейчас. Чтоб пингвины не пришли. Да что ж мне так фартит. Град пошел. Ай-яй-яй. Бежим скорее. Еще и туман. Еще и ураган. Короче, трипл погодные условия. Я шикую. Как-то я в пещере нахожусь, а тут град в пещеру попадает. Каким макаром. Вот тут галюки. Все? Град прошел? Чудесно. Просто чуди... Нет. Нет, он не прошел. Надо сорочно занырнуть в водичку. Прям бежим нырять сейчас будем. Ты солгала своему хозяину? О, привет. Да, нас слушала Альтера. Я прикрыла нашу задницу. И она моя сестра, а не мой хозяин. Ты не доверяешь своей сестре? Ты... ты можешь читать мои мысли? А люди могут мыслить? Послушай, я в восторге от знакомства с тобой, и я с радостью помогу тебе. Но ты должен убраться из моей головы. Если ты не вернешь меня назад, ты должна поместить меня в другой сосуд. С радостью как? Я... не уверен. Твой мозг ограничен. Я сообщу тебе, как обработаю данные. А я буду пока водить за нос Альтеру. Ты была вежливее, когда мы только встретились. Да, проанализируй это. Я попробую. Ну вот. Теперь мне будет еще обрабатывать мои мозги товарищ, который сидит у него. Ох, как это стрёмно звучит. Товарищ, который сидит в мозгу, сейчас будет обрабатывать мой мозг. Ты видишь, там что-то... что-то такое неорганическое. Что это такое? Вау! Так это же... Останки... Морехода. Нифига себе, какой останок огромный. Разберем. Один из трех. Фрагмент модуля аквариума морехода. А, это фрагмент аквариума. Ничего себе. В мореходе еще и аквариум будет. Плывите к поверхности. Ой, кислородика мало. Местоположение. Сигнал загружено в КПК. Здесь будет сюжетный текст, сообщающий игроку о существовании ледниковой долины. Короче, мы сейчас плывем в жилой модуль, чтобы сделать сборщик транспорта. Сделаем морехода. Оу! Ты смотри, это что там такое? Это, по-моему, база инопланетная, да? А, текстурка подгружается. Короче, очень много было комментариев о том, что когда я собрал морехода, он был похож чертовски на мотылек. Ну, ты же понимаешь, что это ранний доступ, просто не успели картинку поменять, поэтому он был похож на мотылька. На самом деле, он совсем по-другому выглядит. Доходим нашу мини-базу. Вот он, сборщик. А, блин, то есть мы же не все чертежи на сборщик транспорта нашли. Ладно, тогда давай сделаем... Подводчик Гудл, ответьте. Ты чего такая милая? На линии генеральный директор. Оу. Гудл, тот образец, который вы отправили, это полная чушь. Я думаю... И тот археологический участок, он назвал вас по имени? Это... Что там у вас творится, Гудл? Я бы коллегу вашего спросил, только он пропал без истины. Я... Молчать, директорая. Здесь, сэр. Если вы имеете те в лице-президента, лучше контролируйте своих людей. Да, сэр. Это что, с кровью? Я сказал, прожоренный. Сэр, если бы... Он ушел. Сэм, прости меня. Я торчу в среднем земле с самого выпуска. Я знаю. Я постараюсь. Не, пап. Блин. Вот это попадос вообще. Сеструхи мне сейчас влетело от генерала. Так, значит... Ладно. Пофиг они, пускай там разбираются. Мне нужно сделать кислородный баллон высокой емкости. У меня же сейчас обычный кислородный баллон. Делаем стекло. Нужно два стекла. Теперь мы сможем сделать расширенный кислородный баллон. Отлично. Снимаем наш имеющийся... Ааа, места нету. Что-то там взрывается. Все бабахает, шандарахается. Что там взрывается? Е-мое. Что происходит? Молнии, что ли, так шандарахают? Ну да, наверное, молнии. Я уж испужался. Ништяк. Теперь можно подольше плавать. Что ж, поплыли за ручным строителем, который скинула нам сеструха. Он находится в 400 метрах от нас. Ой-ой-ой, обезьянка. Тихо, оплываем ее. Чтоб она у нас глайдер не отобрала. Хотя я не думаю, что она глайдер отберет. Прикинь, макака с глайдером плавает. Вау! Нифига себе, я что, замерз что ли? Серьезно? Я в глыбу льда превратился. Как это вышло вообще? Хотел подплыть к нашему дырявому титану. Попросить у него кислородика. И как я окоченел. Все, вот он этот ящик. Наконец-то до него доплыли. Что в нем? Забираем строитель. Наконец-то. Комната сканирования открылась. Теперь мы можем строить. Здорово. Строить я, конечно же, буду, как всегда, на поверхности. Не люблю под водой строиться. Меня это как-то подбешивает. А еще у нас маячок появился в ход в ледниковую долину. Предлагаю вернуться обратно в капсулу. Обработка завешена. Ты построишь у меня новый сосуд. Как? Что еще за сосуд? Я не давал тебе разрешение на такую информацию. Я не смогу помочь тебе, если ты мне не скажешь. Какие формы данных ты принимаешь? В основном слова. Я добавил информацию в твою базу данных. Спасибо. Слушай, мне нужно тебя как-то называть. Мы не используем слова таким образом. У меня был ручный павел. Я называла его Кетчуп. Не заставляй меня придумывать и тебе имя. Можешь добавить код моего зерна к обозначению вида? Можешь называть меня Ал-Ан. Я всю жизнь ждала встречи с пришельцем из космоса. Хочешь сказать, что твое имя Ал-Ан? Извиняю, того недостаточно. Нет. Нет. Ал-Ан. Все отлично. Дай мне глянуть, что за сосуд. Круто! Мы узнали, что моего соседа по мозгам зовут Ал-Ан. И еще мы узнали очень грустную новость, что на этом моменте сюжетная линия заканчивается, потому что разработчики еще не доделали игру. И тут я хочу попросить тебя написать в комментариях, мы будем с тобой продолжать играть без сюжета? Или же мы ждем, пока выйдет обновление с продолжением сюжетной линии? И продолжаем играть. То есть два варианта. Либо мы останавливаемся и ждем обновления, либо мы продолжаем играть, но что-то может пойти не так. Так что давай, опускайся вниз в комментарии и начинай там строчить. Что делать дальше? Ну а на этом я с тобой прощаюсь. Тебе спасибо за просмотр. Тебе удачки и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok